Мы сейчас встречаемся, сюда приехал президент Петровской Академии наук и искусств, очень известный, в него входят Лукашенко и другие, Фидель Кастро и Каддафи входил, ну и крупнейшие ученые России, и Каласникова, и Сверидова, и Распутин, и Белов все. Насчет Каддафи-то вы запугиваете? Что запугивает? Нас не запугивает. Он в ходе. Каддафи самая известная личность была в мире, философ крупнейший, 22-й половин, 20-й крупнейший. Ежегодно проходят съезды Петровской Академии наук и искусств, издаются сборники, есть журнал «Медный всадник», так что это очень серьезная организация, она создавалась сразу после Челка-развала, в 91-м году. Ну а вот президент Петровской Академии Леонид Александрович Майборода, он был ряд сталинских премий, ряд государственных премий, как сейчас говорят, очень известный ученый, занимался расчетами ракетами, так что он очень серьезным, космическим аппаратом, очень серьезной наукой. Ну вот он приехал посмотреть, как здесь товарищи сохраняют фонд рабочей академии, как они обеспечивают сохранность этого объекта. Вот здесь как раз комендант этого объекта. Товарищ Каучук, Владимир Александрович, молодой, очень организованный, он приезжает раньше тех, печку топит, тут будет тепло. Да, программа сегодня... Когда Путина писать, что дом, который уже финировали, забирали, сгорело, вот дайте 2 миллиона наук. А он не сгорел. Он не сгорел, он выберет. Не сгорел, да. Он, если бы он сгорел, они бы здесь построили магазин. А вот прошлый, прошлый глава... Не дал денег? Нет. Денег не дал, но и не мешает. Не мешает, это очень важно. Никто... Новый был глава администрации здесь приходил, мы с ним здесь пили чай, он сказал, мы тут все вам поможем, помощь состоит в том, что нам никто не мешает. Вот, это самое главное. Это самое главное. То есть тут все мы делаем, все налаживаем, все очень хорошо. Ну все потихонечку... Значит, и план у нас... Да, вы сиреней не будете? Сходите, да? Нет. Вот мы тут все сделали. Это вот, вот здесь была буква Г, длинная такая часть, она вся сгорела. Причем так сгорела до тла, а это не совсем. Но это не историческая часть. Историческая часть не сгорела. Начиная вот с этого места, все внутри выгорело, все было черное, крыша, конечно, вся пропала. И по крыше огонь пошел в тот край, это тоже историческая часть. Вот эту часть мы сделали капитально и очень красиво, а именно, тут сделали пол. Вот там полностью стенку восстановили, все стены заново восстановили. Деньги собирали, по России собирали, люди сдавали. Да, собрали 120 тысяч рублей. А ко мне не обратились, я тоже не знаю. А ко мне не обратились, потому что сами справились. Думаем, как только у нас их хватать будет, сразу хватает. Восстановили столько, не знаю, что такое. 50-50 тысяч. Сумасайки. Значит, вот здесь сделано так, ламинатом покрыто, и потолок, и стены, пол ковром. Ковер отдавал товарищ Докер. Как у нас его? Александр Семенович Райтель свой ковер выдал сюда, специально. Я буду коврить. Вот. Ну, ковры, вот мы сейчас сделаем второй пол. Дальше, значит, что мы думаем? Там печка, печку восстановили, диверсию восстановили. Здесь же все, решетку унесли сразу, все железное унесли. И, знаете, как всегда, это назначено. Все мы это восстановили. А потом стали покрывать. И вот ту часть, у нас есть конструктор, член партии, рабочей партии России, товарищ Мордовин. Ну, он сконструировал, как сделать крышку, наклонную. И такой саркофаг. И вот нас на нее закрыли, и тогда этот вот залив и разрушение прекратили. И делаем там потолок. Вот сегодня они сейчас делают потолок. Мы сейчас с вами, если вы не против, небольшую экскурсию совершим. Пойдем, я вам покажу все. Ну, потому что это вот Петровская Академия Наук должна проверить, действительно ли тут нормально вообще восстанавливаться. Нормально, что проверить, ничего не проверяем. Да, надо проверить. Надо проверить. Сначала надо проверить, что стоит ли им помогать. Стоит, стоит. Вот товарищ, который был у нас в Новороссии, да? Куда? В Тодесской. Да вы что? Да. Ну, вот есть ребята молодые, вот воюбленные. Правильно делаю. Иван Михайлович у нас был тоже, но он Луданский. Это тоже неплохо. Ну, это, мы же передали в 1924 году из Российской империи, из Советского Союза для укрепления украинской... Да, конечно. А тут друг Хрущев придумал, что... Нет, нет, это Хрущев это Крым передал, а Донецк передали в 1925 году. При Ленине еще, да. Для укрепления, да. Для укрепления. Не надо бояться, сейчас Россия сильна, она в международном бандере ракетного комплекса, никто не сунется сюда. Да, у нас сильнейшее дело, вы уже поняли. Так, я осознавал это. Ну, так уже президентство американское сделало, ну, это вторая армия в мире, спасибо. Ну, вторая-то вторая, но американцы нигде же не выиграли, кроме там, в Мексике. А у них все в Вьетнам выиграли, в Вьетнам у нас есть, против ракетных, против самолетных. Да, и они там очень эффективные. И один налет, они же летали по тысячу самолетов. По пять штук сбивали. Вот, первое применение ПБУ, значит, 250 самолетов угрохнули, летчики отказались летать, выдачили в три раза зарплату, отказались, кончилась война. У нас на экономическом факультете был Миша Ширяев, он на этом комплексе работал, орден у него. Вот их в Канаде встреча была, ветеранов войны, с американской стороны и с нашей, Вьетнамской войны. Они представляют, вот один ветеран, второй, третий американский, но это летчики. А потом нашего представляют, а вот этот ветеран войны из Советского Союза. Они так загрустили все, поняли, что это наш, что сколько он их переколотил. Как-то 250 самолетов за день вылезли. Миша Ширяев. Да ничего, Донбасс отбили без ПВО. Ну да, без ПВО. Это не пригодилось, в принципе. Да, без ПВО. Ну что, пойдемте посмотрим. Конечно, бесполетная зона там без ПВО, как-то так бывает. Пойдем, мы тоже посмотрим, ты же не видел за дном, смотри. А вот тут у нас написано, что здесь пионеры принимали курсы в студии. А это товарищ Мордовец. А это на немеце Александр Майбродаков, президент Петровской академии наука и искусств. Лауреат Сталинской премии. Он пришел проверить вашу работу. Ну да, работаем. Вот это, сейчас видите, это мои студенты привезли. Это Елизаров. Это полярная линия. Вот здесь жила Ульянова Елизарова. Сестра со своим мужем, тем самым Елизаровым, наркомом, по честь сообщений. Вот это все было. Туда был проход направо, в тот зал. Мы сделали тут окно. Печку полностью восстановили. Дверцу все восстановили. Левенская печка. Здесь тепло, хорошо. Видите, здесь можно посидеть, отдыхать. Сегодня у нас будет 12, будет обед. У нас тут очень строго, чтобы никто не переработался. И чтобы труд был здесь приятен. Понятно. Чтобы уехали сюда с удовольствием. Это сейф, это вот эти, и смольнинские сейфы, и народные правды. Вот так. И мы оттуда из Смольного забрали, а когда мы уехали из Белинского, вы сюда перехащили. А из Белинского забрали? А из Белинского мы там были 16 лет. Ну забрали, да? Ну да. Ну мы так с ними полюбованы. Они 20 с лишним миллионов хотели с нас трясти. Я пошли мы с одним депутатом, Зуйковым, в комитет по имуществу. Я ему объяснил. Мы все равно не отдадим. Давайте, мы вам даем ключи, вы от нас отстаете. Он говорит, ну это же деньги города. Я говорю, это не деньги города, это вы придумали и все. А мы все равно не будем. Если вы не хотите соглашаться, я закрываю. Это самое. Ооо. И все. Никаких здесь нет. Нам газеты, она безорудовую. Не нужен этот свет. Они поняли. Я говорю, иначе за что? Выбирайте. И все, с ними расстались. И вот читается, вот здесь официально, эта газета «Народная правда» имеет, так сказать, юридическое офис. Так, вот эта вот часть, которая сделана. Здесь только нужно поддерживать порядок. Вот я, Дмитрий, вот порядок здесь, чтобы было красиво. А здесь не очень красиво. Пока. Да. Виноваты. Мы сразу же. Вот, берем сюда. Виноваты те, кто уже корабль постарован. Вот, Наниславович, приходите. Здесь идет. Работка, да? Угу. Так, товарищи друзья, вообще сядьте. Здравствуйте. 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 Вот, Наниславович, упаков два. Здравствуйте. Время тяжелое, надо иметь двойников. У вас есть двойник? А вот вы без двойника приехали. Да. Сейчас. Она очень активная работник, она здесь работы очень много. Очень много. Да. Так, товарищи, я представляю вам президента Петровской академии наук и искусств. Товарищи общинниковы, он был депутатом Ленинсовета. Виктор Александрович, от Объединенного фронта трудов. Виктор Александрович, покажите личико-то. Да. Виктор личико, покажите, пожалуйста. Да, сейчас общинников. Президент Петровской академии наук и искусств был вред в Сталинской премии. Очень приятно. Майбург Александрович, хотел проверить, ровно ли вы сделали тут потолок. Нормально. Это вот сюда, вот видите, мы уже убрали эти шкафы, это из народной правды. Здесь будут делать пол сначала ту часть, потом вот здесь перейдем. Смотри, вот отсюда, от конца листа до письки. Он подрукарламу сейчас на работе. Стояние, я там не надести его. Вот отсюда, прямо от этого листышка до письки. Видите как? Идем тихонечку дальше. Дмитрий, все вредно. Глаза. Дом-то большой. Я два дома по крону. Дом-то большой. Сторож, берегу. Сторож. Значит, налево. Заводите налево. Это на локу. Влево. Ваня, ваня. Ну, все было разном. Вот здесь представители Лена привезли. Откуда, Иван Михайлович? Кафедра колесных и гусеничных машин Ленинградского политехнического университета. Кафедра колесных и гусеничных машин Ленинградского политехнического университета. Он здесь на месте. Вот. Так что, ну, здесь, видите, все в том состоянии, которое мы получили от бандитов. Питер. Так. Идем дальше. Значит, здесь у нас работает, естественно, генератор. Дело в том, что мы живем. Мы ни от кого не довезем. Здесь у нас, правда, генератор теперь не от генератора, а работает сам на бензине. Вот эти бюроки, ребята, или сельских наук. Мы не довезем. Мы общались, я здесь. Мы ездили въезд. А, ну, вот так что. Спасибо. Ну, они, не представили, что здесь. Девьюзов, я уже выезжаю. Спасибо. Спасибо. Здесь, смотрите. Это мы еще с Долговым, конечно, у нас с Главным редактором, мы сейчас одну вещь получила, я сейчас вам подаю. Так много. Вот, Александр, что здесь написано? Вот эта книга. Буду конкурс из Дованорола Таркевана Лайолы. Мы издали 50 тысяч. В конце написано, что издается за счет средств Лио-Редактора и газеты «Народная правда». Суперобложки. Я вам передам прямо из огня. Книга из огня. Выдержала испытание. Ну, такая популярная книга историческая. Интересная. Таркевана, да, особенно. Прямо написано. Издание осуществляется за счет средств Лио-Редактор и газеты «Народная правда». У нас здесь есть «Народная правда», надо бы попросить Дегтяреву дать, чтобы Лио-Редактор народную правду. Есть, есть. Правда, да. Вот. Ну, вот здесь тоже решетки. Где решетки не перестают, не бьют. Секлы не залезают. Уберешь решетку, разобьют и далее. Сто процентов. Так, идем сюда. Здесь можно посмотреть силу огня. Потому что здесь все. Вот. Как было видно. Это, вот, вы привезли. Это, как вы можете видеть. Как делать? Мы делаем это постепенно, не спеша, но делаем это. Вот сюда, тут больше. Вот туда глаз наверх. На чердак, куда мы можем что-то положить. Там все чердак. Вот все мы вам показали. Здесь у нас это пока заколочено до стани. Здесь тоже надо делать решетки, в каких-то случаях. Вот. Ну, программа здесь надолго, а мы никуда не спешим. Мы приезжаем каждый месяц один раз в последнюю субботу. Проводим здесь. Значит, сначала мы делаем такой субботник часа два-два с половиной. Ну, три максимум. Летом побольше. Летом. Летом мы вытаскиваем столы на улицу. Там обед делаем на улице. После обеда собрание рабочей партии России, которые, вот у нас есть вот тут Иван Михайлович, секретарь. И в основном тут товарищи из рабочей партии России. И не только из рабочей партии. Товарищ Лосип, он даже взносы платит. Но партия не состоит. У него меньшевистская позиция. Стоять помогать изредка. Помните, как меньшевики говорили? Не входить в организацию, а все время помогать. Михаил Васильевич, меньшевистское это вы перегнули. Ну, немножко перегнуло. Потому что я помогаю постоянно. Каждый месяц. Ну, вот они постоянно и помогали. Я тоже готов. Я готов. Ну, знаете, в чем было разногласие между большевиками и меньшевиками? Что большевики, говорит, должны были, он должен стоить в организацию. И взносы платить. А те говорили, что они помогают, но не входят в организацию. Потому что иначе ничего не повердешь в стране. Да. Только друг другу все помогают, а сплоченной организации нет. А организации есть, вот вы посмотрите. Собрание будет очень серьезное. Принимать будем товарищей из Новосибирска. Ух ты. Да. Ну, а заводчина. Заводчина. Не спойте вы сюда. Вы же не заедете что-то. Ну вот, а теперь мы можем вместе с Иваном Михайловичем Маим заняться посадочными боксами. Вам достойнее донести. Я говорю, что осталось до обеда 40 минут. заедет. Я говорю, что Incre-то. Ищи containing, что asleep, я говорю. Осне сыминок, Продолжение следует...